День, дорогие коллеги, уважаемый президиум. Спасибо огромное, что выпала такая честь участвовать в таком серьезном мероприятии. Послушав вы сегодня и вчера такие научные, тяжелые, может, где-то доклады, я позволю себе сегодня рассказать просто о том, как происходило становление и применение озонотерапии в акушерстве и гинекологии у нас в регионе, в Калининградской области. Ну и один будет интересный клинический случай, по нашему мнению, надеюсь, вам тоже будет интересно. Я представляю Калининградскую область, региональный перинатальный центр, также являюсь доцентом кафедры акушерства и гинекологии Медицинского института Балтийского федерального университета имени Мануила Канта. Научными интересами нашей кафедры, она недавно создалась, явились и озонотерапия, как вы уже догадались, в сочетании с бактериофаготерапией, и диагностика и лечение гемолитической болезни плода. Итак, наверное, в историческом аспекте... В историческом аспекте, наверное, всем понятно, не было бы этих товарищей, мы бы и не собрались с вами, и не знали, что такое озон, и как, как говорится, его назвать, это что он Бэйном сказал, и, по-моему, наверное, товарищ Ханцлер в свое время, создав первый озонатор, который мог регулировать подачу концентрации озонокислородной смеси, явилась, наверное, все-таки началом озонотерапии как таковой. Ну, 95-й год в нашей с вами специальности в озонотерапии знаменовался впервые в мире Геннадий Олегович. Научно обосновал применение медицинского озона в своей диссертации. Вы здесь видите слева, не знаю, видно или нет, а вот указочка. Вчера мне понравилось очень выступление, позабыл, как звать, из Испании. Докладчик, он очень интересно говорил о правовых аспектах применения озонотерапии в акушерстве и гинекологии на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, есть вот такой регламентирующий документ. Это информационное письмо, называется оно «Применение медицинского озона в акушерстве и гинекологии и неонотологии». Я вот, к своему удивлению, еще ни разу не видел докладов по неонотологии. Может быть, и отсутствовал в это время, или выходил, но было бы очень интересно. И вот на сегодняшний день, опять же, хвала и Геннадию Олеговичу, и Татьяне Анатольевне за то, что у нас существует такой документ в Российской Федерации, который нам позволяет работать и использовать медицинский озон в различных нозологиях и осложнениях, акушерских и гинекологических заболеваниях. Но есть у нас еще и, не знаю, вы, наверное, уже встретили в ФАЕ, возможность приобрести, ознакомиться с монографией Геннадия Олеговича. Это уже второе издание, называется «Технология озонотерапии в акушерстве и гинекологии», где собран, скажем так, материал... Николай Николаевич, я прошу прощения, перестаньте рекламировать мою новую новость, пожалуйста. Спасибо, конечно. Время, время. Нет, Николай Николаевич, на самом деле... Немножечко продолжу, так как, в принципе, доклад родился спонтанно на фоне всех графиков и научных изысканий. Я расскажу, как в регионе у меня лично был опыт становления, скажем так, озонотерапии. Черняховск, районный центр, 45 тысяч населения. Ну вот, в 2004 году я был впервые... Мне впервые было, скажем так, удалось познакомиться с Сергеем Петровичем Перетягином, Геннадием Олеговичем и, так сказать, заразившись идеей озонотерапии своей специальности. Вот уже с 2004 по 2009 год было проведено мной 703 процедуры в различных, не только в их ушерстве гинекологии, мне это стало интересным. И в результате чего уже Геннадий Олегович сказал о том, что мною под его чутким руководством была выполнена диссертация на тему сочетанное использование озонобактериофаготерапии в комплексном лечении хронически воспалительных заболеваемых придатков матки. Ну а первую, видите, скажем так, публикацию, это Нижегородский журнал, 2005 год, 68 процедур я тогда сделал, было очень интересно. Но самое главное, я, наверное, позже расскажу, как в районном городе внедрить новую технологию, чтобы тебе, как говорится, тебя услышали, тебе поверили и доверили, прежде всего пациенты. Ну, в 2009 году у нас в Калининграде, в центре региона, Калининград, город, если вы не знаете, на берегу Балтийского моря, янтарный край, вот, открылся перинатальный центр в 2009 году, в 2009 году. Количество родов в 2017 году у нас составило 3352, процедура озонотерапии в 2018 год было проведено 1480. В плане становления, скажем так, и внедрения, у нас сейчас, но он уже является нашим структурным подразделением, это областной роддом, там использовали озонотерапию, но использовали, на мой взгляд, не совсем корректно, в некоторых моментах, и большинство докторов на тот момент было негативно настроено на то, чтобы использовать озонотерапию в акушерстве и гинекологии. Открылся перинатальный центр, это всё-таки учреждение третьего уровня, было необходимо внедрять новые технологии, и я предложил озонотерапию как один из методов. Вот так вот выглядит наш кабинет экстракорпоральных методов гемокоррекции, тут и плазма ФРС наш анестезиолог проводит, ну и доктор между дежурством, вернее, после дежурства они, большинство, приходят ко мне, так сказать, взбодриться, как они говорят. Расскажу немножечко, почему вот так это происходит. К сожалению, врачи, товарищи у нас занятые, и выдержать курс достаточно сложно. И в силу этого иногда это проецируется и на пациентах, что поначалу было очень трудно преодолеть. Ну, мы посчитали, что всего нами было 274 пациентки, им было проведены различные процедуры озонотерапии, в акушерстве 182, в гинекологии 92, поначалу больше в гинекологии проводилось, но вот акцент пошёл на акушерство в последнее время. В акушерстве. Глоза прерыванием беременности. Я немножко на каждом пункте остановлюсь, то есть такая вот небольшая специфика наша. Николай Николаевич, я прошу прощения. Если останавливаться, то совсем-совсем только, потому что у нас время общелимитировано. Большая часть пациенток, которым была проведена, проведены внутривенные инфузии озонерного физраствора, это по поводу угроз прерывания беременности. Задержки роста плода именно первой степени. Почему первой? Потому что поначалу предлагалась и третьей степени. «Давай-ка это мы сделаем, сейчас одну-две посмотрим, а если что, пойдём в операционную». Очень долго приходилось убеждать врачей, что озонотерапия, как в акушерстве гинекологии, так и в других специальностях, это не средство экстренной помощи. Если врачи, которые будут использовать у себя озонотерапию, будут, как говорится, идти на поводу таких предложений, это может просто дискредитировать метод. Я бы хотел, чтобы этого не случилось. Далее, маловодие, плацентарная недостаточность, умеренная прекламсия, токсикоз первой половины беременности и многоводие в меньшей степени. Что хочется ещё сказать в плане таких вот личных наблюдений интересных. Когда врачи пишут назначение о озонотерапии, они, пациентки, говорят, а что это такое? Многие же не знают, приходят на процедуру ко мне и говорят, а что вы будете делать? В интернете я там читал, пишут, и хороший, и плохой, а что это такое? Мне сказали, что я выйду с процедуры, у меня глаза будут блестеть. А что вы будете с глазами делать? Я говорю, да с глазами-то я ничего не буду делать. Дело в том, что, ну, объясняю пациентке о том, как озон действует. Действительно, она, выходя, приходя на следующую процедуру, отмечает, да, блест в глазах, да, повышение настроения. Некоторые даже сравнивают эффект с принятием бокала шампанского. Потрясающее настроение. Пациентки беременные, которые достаточно часто госпитализируются, иногда по поводу или без повода, бывают такие ситуации, они, конечно, уже эмоционально истощены. Но озонотерапия позволяет, помимо достижения эффекта вот в этих нозологиях, и психоэмоциональный фон поднять пациентке. В гинекологии мы используем чаще всего озонотерапию уже в сочетании с бактериофаготерапией. Это 51 пациентка за год у нас, прошедший 2017. Это более половины всех гинекологических пациентов. При бесплодии на этапе подготовки к воспомогательным репродуктивным технологиям это и лаваш брюшной полости, это и системное действие, когда мы внутривенно-озонервный физраствор вводим. При неразвивающейся беременности, также на этап ранней реабилитации, самопроизвольный выкидыш, та же история. Ну и не буду сильно задерживать, расскажу вам интересный наш случай, который вошел в нашу, скажем так, группу исследований по применению озонобактериофаготерапии в лечении хронического эндометрита. Пациентка 39 лет, четвертая беременность роды первые, группа крови 1 ревс отрицательная, первая беременность у нее закончилась медицинским абортом по ее желанию, вторая и третья, шестой и девятый год, это самопроизвольные выкидыши в раннем сроке. Шестнадцатый год обратилась в отделение охраны репродуктивного здоровья нашего регионального перинатального центра, было выполнено полное клинико-лабораторное инструментальное обследование, выставлен диагноз бесплодие вторичное, хронический эндометрит, осложненный акушерский, гинекологический, соматический анамнез, вы здесь видите. После проведения комплексного лечения хронического эндометрита с применением озонобактериофаготерапии в двух курсах мы провели. В семнадцатом году наступила беременность, мы этому были очень рады, все бы хорошо. При постановке на учет выявляется ревс-иммунизация с титром антител 1.16. В 28 недель беременность, мы эту женщину наблюдали у себя, я уже говорил, что мы занимаемся на кафедре практическом отношении и наблюдением за этой группой пациентов при расконфликтных браках, при расконфликтной беременности. В 28 недель выявляется гипердинамический тип мозгового кровообращения, выставляется показания для внутриутробной коррекции, внутриутробной гемотрансфузии. Мы выполнили 4 кордосинтеза и 4 внутриутробных внутрисососудистых переливаний крови без осложнений с интервалом 2 недели. И в 36 недель первая преждевременная оперативная рода, ревс-иммунизация с высоким естественным титром, гемолитическая болезнь плода, состояние после 4 кордосинтеза. Да, еще в диагнозе вы видите краевое прикрепление пуповины, что являлось достаточно серьезным техническим препятствием и для выполнения будущих внутриутробных переливаний этой пациентки. Родилась девочка 2450 весом, 46 сантиметров, с ценкой по шкале Абгар 7-8 баллов. Девочка растет, все с ней хорошо и замечательно. Но хотелось бы уже в завершение сказать огромные слова благодарности вам, Татьяна Анатольевна Геннадия Олеговича, вам, что вы как локомотив движения озонотерапии, в акушерстве и гинекологии продолжаете эту работу, вовлекаете все больше и больше молодежи в это движение, что несмотря на то, что сейчас в нашей демографической ситуации вспомогательной репродуктивной технологией, все равно озонотерапия была, есть и будет на страже и помощи наших женщин. Спасибо, Николай Николаевич. Пожалуйста, какие в первую очередь будут вопросы, Николай Николаевич? Пока вопрос созревает, я бы хотел его, конечно, поблагодарить, но приятно было посмотреть на свое лицо, еще относительно молодое. Спасибо за рекламу моей монографии, но я, честно говоря, нас об этом не просил. Но это действительно единственный в своем роде труд, который в себя взял. Спасибо, Николай Николаевич. Да, я бы хотел обратить внимание, что вот на то информационное письмо, о котором вы сказали, которое привели на своем слайде, явилось суть результатом Союза нашего и научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии, собственно, Татьяна Анатольевна. Потому что именно благодаря вот нашим общим усилиям оно появилось на свет и служит руководством для практической работы акушеров-гинекологов во всей стране. Подписано оно Академиком Сервому, многоуважаемым Владимиром Николаевичем. Поэтому, да, я забыл представить, что Николай Николаевич не просто практический врач, он вообще доцент университета, доцент кафедры акушерства и гинекологии. И еще мне бы хотелось сказать, что мне очень приятно, что вот сегодня в зале, ну, знаете, я не знаю, как это будут переводить наши транслейторы, сам себя не похвалишь и весь день, ну, скажем, чувствуешь себя плохо. Вот, в этом зале действительно Николай Николаевич, но несмотря на то, что он зрелый врач, я его могу считать своим учеником в части озонотерапии. Здесь сидит уважаемый Раджанич Андрадемелло, это первый мой аспирант, защитившийся в 2005 году, тоже, в общем-то, моя ученица. Вот, мне это очень приятно. И здесь также мой новый аспирант, Татьяна Геннадьевна, вот она скромно сидит. Она сейчас, на самом деле, вместе с Николаем Николаевичем будет показывать вам методику, о которой мы сегодня говорили, практически вот на той условной модели, которую мы для вас подготовили.